приветствую друзья мне вчера так понравилось в эфире тусить с вами за долгое время аж два часа провела что сегодня прям при удобной возможности решила опять выйти поотвечать на ваши вопросы и и завести какую-нибудь клевую тему балкон закроем шумно давайте с вами о чем-нибудь сегодня поболтаем вот правда четыре человека пока я надеюсь это будет больше как вы проводите свои выходные дни рассказывайте у меня сегодня прям тотально выходной ничего не хочу делать такого только у массаж сегодня вечером а ну и с клиенткой еще немножко поговорила блин значит не выходной тотальный так 5 человек ребят давайте присоединяйтесь я вот не знаю где переходить эфиру вести чтобы побольше народу было сейчас в инстаграме чет прям совсем вас так мало вот телеграм как-то не получается хотя там подписчиков много активных может быть в youtube меня там пополнение постоянно большое и просмотров много и отзывов куча все время обратной связи вот здесь прям тухлятина такая но я не знаю мне очень хочется о чем-то поговорить и вот блин инстаграм самый привычный михаил привет вчера был на моем двухчасовом эфире выдержал как вас делишки рассказывайте какие у вас может быть есть вопросы или какую тему давайте с вами поднимем про любовь про деньги про долги и про отношения не знаю психосоматика может болезни какие-то я смотрела ваш вчерашний эфир татьяна ну и как все понятно спасибо вам за книгу о курении а я напишите ваш отзыв пожалуйста под видео я его за скриню прям я люблю собирать отзывы если вы бросили курить или какую-то другую пагубную привычку прям это будет очень круто мне вчера такая идея что пришла почитать книгу про курение но в процессе чтения я обычно читаю объясняю прерываюсь и в процессе чтения курение заменить например на еду до у тех у кого прям пагубная привычка очень много есть остановиться не можете лишний вес вот и там можно было бы на примере шаблонов о курении разобрать еду вот я думаю может быть почитать практически если заменять слово курение на любую другую пагубную привычку любое пристрастие шаблоны почти все те же самые там на 95 процентов вот вы можете избавиться от любой зависимости книга она такая универсальная но я ее писала только чистого для курящих но потом я поняла когда уже все ее читали отзывы писали что бросили столько есть бросили пить какие-то привязки кому-то какому-то человеку или еще что-то и вот думаю давайте почитаю в следующем эфире на сегодняшний эфир вчера предполагала сегодня уже не знаю хотела почитать книжку о желаниях у меня есть офигенный гайд как писать желание вот думала может ее вам почитать если не кто ничего не задаст тему не поднимем могу почитать там идет классное введение небольшое объяснение про наше желание как мы творим свой мир как мы их реализуем где берем энергию и объясняется какие мы ошибки обычно делаем да когда что-то хотим какие у нас шаблоны этому мешают как мы своим бездействием или неправильными действиями эти желания никак не можем исполнить вот книжка прикольная как писать желание вот можете ее почитать в аудио ее нет она небольшая самостоятельно могу я вам почитать обычно я читаю так прерываясь после каждого пункта и начинаю блин объяснять разжевывать что новые мысли какие-то приходят книгу про курение я уже читала про шаблонном мышлении тоже читала про зубы по моему тоже читала не помню на ютюбе вроде все книжки есть про желание нет еще не читала и вот думаю как сделать про лишний вес или пропаганную привычку много-много есть причем мы же едим не потому что кушать хотим потому что первое это наши паразиты там требуют и нам ничего не остается это через еду надо работать через чистки а второе это проблему заедаем конечно же у нас еда это уже как культ как ритуал в гости идем еда потому что это ассоциация времяпровождения идем на встречу знакомиться еда стресс еда нечем заняться еда то есть мы этой едой подменили все на лишь бы что-то не делать вот классно было бы почитать книгу курения либо вообще может быть время найти переписать эту книгу под еду выпустить такой второй вариант вообще я думаю сначала попробовать почитать зайдет не зайдет вот если зайдет можно прям книгу сделать новую так тут вопрос был операция на сердце у мамы как разобрать ну самое простое да мы заходим в интернет набираем проблемы сердцем психосоматика и естественно то что нам люди вокруг транслируют показывают домашние животные наши дети наши близкие друзья их болезни это отражение нашего мышления люди к нам приходят в мир только для того чтобы чему-то нас научить чтобы вы прошли какой-то опыт чтобы мы осознали какие-то свои вопросы с которыми мы в этом воплощении да и люди болеют для нас вот понятно у них там своя психосоматика они должны у себя разбирать а вы должны разбирать свое но проблема сердцем это прежде всего не любовь к себе да и заезженная фраза не любовь к себе когда мы себя обесцениваем когда мы себя критикуем когда мы не способны оценить свои действия занижаем их постоянно не способны оценить свои достижения которые мы занижаем постоянно как вот синдром самозванца до слышали наверно вот проблема сердцем это когда ты не хочешь признавать свои ошибки чтобы вычленить из них опыт да и сделать себя сильнее ты начинаешь винить других проблема сердцем это перекладывание ответственности на других это постоянный стресс и беспокойство за близких постоянный стресс беспокойство за деньги за завтрашний день за материальное за потерю близких есть такие люди и большинство взрослое поколение особенно которые бесконечно трясутся о других вокруг себя там все хотят всем хотят помочь сделать так чтобы близкие родные были там счастливые но про себя не полностью забывают то есть мама больше беспокоиться там о вас или еще о чем-то чтобы все вокруг было гладко сладко и красиво вот но при этом она ущемляет себя в ее приоритете желание дочки приоритете желание там мужа приоритете желание работодателя кого угодно но не себя то есть когда она себя не выбирает но это и есть тотальная нелюбовь к себе когда ты действуешь в ущерб себе вовремя не умеешь говорить нет либо ты говоришь нет когда наоборот надо в этом потоке и согласиться потому что только во благо это идет упрямый характер все эту проблему сердцем там на самом деле психосоматики сердечно-судистой системы очень внушительный список вот но прежде всего до сердце ассоциируется с любовью и вот это вот нехватка любви к себе которые транслируются постоянно вовне много отдается и мало берется до для себя вот она отражается на сердце и раз у вас мама болеет значит это вам нужно тоже задуматься о себе где вы также поступаете да как мама вот вы сейчас они трещетесь где-то в ущерб себе то есть вы возможно ничем не можете помочь только принять там смириться с этой ситуацией помочь морально там поддержать но конкретно что-то сделать с ее сердцем вы не можете да но вы все равно пытаетесь это сделать и ущемляете какие-то свои там желания свое время даже не так как еще описать какую ситуацию как выбраться если чувствуешь что просрала всю свою жизнь ничего не достигла вся жизнь еще впереди брак разрушен нет финансовой стабильности мы все так живем большинство поэтому вы вынуждена жить за крышу над головой глубокая длительная депрессия никогда не бывает рано никогда не бывает поздно все нам дано для того чтобы мы прошли этот опыт все что с нами случалось нам это было нужно мы дошли но до определенного уровня сознания благодаря до всем этим опытом ошибкам проблемам из которых мы выходили и можем дальше выходить нет ничего нерешаемого в этой жизни и всегда здесь сейчас сегодня завтра можно начать жизнь с чистого листа то что у вас брак разрушен это нормально вы прошли какой-то свой опыт и еще не факт что вы будете продолжать одной вот как только мысли поменяйте о том что мне это нужно было да какие уроки я могу из этого извлечь зададите себе вопросы например почему это хорошо что мы с ним расстались что это хорошо что этот путник на пути был какой-то определенный период времени сейчас его рядом нет почему это хорошо то есть мы начинаем себе задавать вопросы и что я сегодня могу для себя любимого красивого классного сделать до чтобы себя порадовать начинаем по маленькому шажочку из этой херни выходить то есть от того что вы сейчас жертвите страдаете и так далее завтрашний день умножается в геометрической прогрессии в еще более кошмар какой-то и хаос вот сегодня вам нужно уже начать менять свои мысли о том что опыт бесценен который вам был необходим без этого вы бы не выжили не достигли того кем вы там сейчас являетесь просто вы недооцениваете себя очень сильно финансовой стабильности сейчас тоже ни у кого нету ну с этим придется смириться всем не только вам у меня то густо то пусто то же самое и каждый раз приходится решать эти вопросы это всем приходится решать стабильности в этом мире вообще не существует сегодня у вас все хорошо а завтра рак и послезавтра смерть кирпич на голову упал и все какая-то аварийца и все в этом мире стабильности не существует и и не может быть и стремиться к ней бесполезно да надо просто максимально сегодняшний день который на который вы можете повлиять на будущее вы не можете повлиять на прошлое тоже сегодняшний день сделать максимально комфортным для себя там и стабильным только сегодня и деньги нам приходят на наше желание деньги приходят на наши потребности если у вас денег нет на что-то да с одной стороны вы очень много себе задолжали потому что внешние долги это долги к себе долги к себе это внимание на себя любовь к себе похвала себя видеть свои там достижения видеть какой вы был 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 вчера какой стал сегодня сравнивать себя насколько вы там выросли насколько вы там сегодня много чего нового узнали на сегодняшний день со вчерашним себя да то есть стремиться постоянно к расширению познанию так далее вот максимально что вы можете сделать сегодня повлиять на все остальное невозможно и внешний мир просто отражает сегодняшние мысли на сегодняшний день ваши вот если ну прям совсем все худо все плохо то конечно надо консультации по поводу консультации депрессии вам не знаю большая половина психологов психотерапевтов коучи начнут гореть надо работать с родом чушь собачья по поводу рода и искать проблемы в маме в папе искать там у них про их прощение или их прощать там или еще что-то там вину обиду перерабатывать это все херня вот ищите тех людей кто с вами будет работать над мышлением здесь сейчас что вы можете сегодня поменять со своей жизнью какие вы привычки прям сегодня можете поменять какие вы мысли можете прям сегодня поменять с собой не перекладывать ответственность на этот рот и не слушайте коучи которые блин как помешанные просто одно и то же выучились да и повторяют изо дня в день да что проблема вроде проблема вроде как какой рот меня эта тема просто бесит это как у меня была недавно депрессия и все кому не лень мне предлагали работу с родом наболевшие вот я очень легко вышла из депрессии за два дня вот затянувшиеся я просто поняла что уже ну это невозможно я уже так жить не хочу мне уже надоело просто сидеть я не ныла конечно вот но даже не могу описать свою депрессию это как такая апатия когда у тебя все хорошо и ничего не нужно и ты просто жить не хочешь вот и не понимаешь вообще чуде от дальше мне все начали писать и говорить что дело с мамой проблемы с папой про бабушками и с дедушками и вот если их нелегкая жизнь отрабатываешь их карму и что без их гипноза с расстановками я никогда не выберусь от из этой депрессии я сказала ребят я же люблю спорить я же люблю доказывать свою правоту я сказал ребят я сейчас сделаю это без вас там один коуч гипнотизер блин как его там он мне сказал ты никогда не будешь из депрессии просто на спор взяла и сделаю это за два дня поняла что только от меня все зависит да вот прям здесь сейчас пойти выйти на улицу выкинуть нафиг этот телефон с новостями и с лентами с соцсетями там с чем просто пойти гулять пойти радоваться нюхать цветочки радоваться закатом смотреть умиротворен на эту природу и понимать что и такое букашка маленький в этом мире да и и на какие-то глобальные вещи ты не можешь повлиять на свою жизнь здесь сейчас можешь просто улыбнувшись даже себе просто в зеркало и похвалив вспомнив все ситуации плачевные негативные которые с тобой были и они всегда оборачивались тебе в классной и такой прикольной форме что блин как хорошо что я там тогда переболел или сломала руку как хорошо что я там с тем рассталась как хорошо что вот у меня было вот так и вот так если бы там у меня мама не пила много-много лет я бы не выросла такой самостоятельно и там у меня мама много-много лет уже не пьет вот но было время очень тяжелого детства время тяжелого взрослением просто и если бы у меня всего этого говна не было бы да то ну я бы и была бы обычной комнатным растением которые перекладывала бы ответственность на других и ждала что кто-то мне там поможет или еще что-то вот вечно был мыло или еще что-то тут пришлось себя взять в руки и просто найти в себе силы и видеть эту силу кайфовать от того что я сильная и все могу вот это жопа которая со мной случалось и которая с вами случается да она просто прокачивает ваши силы и ваша уверенность если вы не будете дальше ныть да вот просто все одни никто не поможет ну все вот нет у меня теперь помощи нету денег нет работы и так далее только вот все от меня зависит взяли себя в руки и пошли что-то делать и вы становитесь очень сильным человеком и никакие потом проблему не могут вас сломить если вы пережили адскую какую-то жопу и вышли из нее победителем сначала у нас какие-то мелкие жопки потом мы сталкиваемся с более большими потому что наше желание прокачать себя расшириться много познать много опыта пройти без этого опыта без этих проблем да мы бы не смогли и были бы расти были бы еще маленькими детками вот так сейчас я прочитаю о чем говорит межреберная невралгия блин я сейчас так не скажу честно говоря дайте секундочку подумать ну у меня на ум приходят разные стрессы вообще болезни да это стресс можно под любую сказать вообще прям это первопричина вот а по какому поводу эти стрессы для не надо время подумать я после эфира подумаю и напишу в сообщениях под видео более подробно и какие могут быть стрессы не лезет в выходи почаще в чем нужно твои эфира спасибо очки никакой стабильности это интересно стабильность равно стагнация я ли благодарю всегда помогаешь вернуться в состояние ресурса бывает вываливаю состояние творца вот а бываем вываливаемся в жертву это со всеми бывает почему была депрессия у меня я вчера как раз два часа на эфире разбирал и рассказывал про свою депрессию и как из нее я вышла и почему она была кратко в двух словах когда кучи там всякие психологи начали пытаться мне помочь в группе я пожаловалась что у меня депрессия она просто возникла без причины вот и я не могла понять чуть за херня такая я не могу даже это описать состояние похоже вот прям на панические атаки и ты просто ничего не можешь сделать ты хочешь плакать лежать и не вставать и нет причин для этого и тут одна девушка астролог нумеролог там таролог у нее там куча всего знаний психологии очень большие она мне сделала натальную карту и там написано что я из ряда таких людей которые получают энергию которые живут полной насыщенной жизнью только в одном случае если они очень быстро расширяется и познают информацию из этого мира путем передачи и и другим структурируя то есть получает информацию там в хаосе в каком-то потоке структурирует и выдает ее людям то есть без вот этого постоянного взаимодействия с людьми они уходят дикие депрессии и сами не понимают почему я поняла я полгода практически не выходила в эфиры ни с кем не работала особо какой-то отпуск прям себе взяла и захотелось мне вот отдохнуть и ничего не делать и я в этом коконе в этом комфорте представьте да в турции кайф жара от пуст постоянное путешествие там и друзья и море и пальмы песок в фруктике все хорошо блин квартира шикарная я не знаю даже вот настолько все хорошо настолько мне комфортно все у меня наступила депрессия потому что когда мне хорошо я не обмениваюсь информации у меня начинается все рушится то есть мир начинает сигналить начинают ломаться каждые пять минут все электроприборы там утюги помаленечку да там холодильнике какие-то болезни какие-то новости страшные что-то там с родственниками друзей тут там умирают то есть не начинает это вот сигналить негативную инфу и я начинаю уходить в эту херню депрессию а все от того что у меня просто потеряна вот эта вот связь постоянно с передачи информации какой-то и вот натальной карте там практически вот на все аспекты там было написано дар от мамы от папы божественный дар от бога мои способности моя работа мои хобби мои интересы они все связаны с людьми с передачи информации структурирование передачи и и что если у меня нету каждый день какого-то общения где я могу передать хоть какую-то крупицу знаний все я ухожу в депрессию я как бы это все понимала умом но тут она меня просто добила этим файлом и я такая блин у меня людей не хватает и все и я резко вышла из этой херни сейчас у меня все хорошо вот просто отлично потерялся на фокус интересу да у меня возникло такое чувство тоже вчера в эфире об этом долго говорила что мои знания нахер никому не нужны что это вообще все не нужно что все что я говорю и мои эфиры вон пять человек эфир выйдут и все куда-то все это делать раньше по 500 по 500 до по тысяче человек в эфире и просто не успеваешь там на вопросы отвечать и марафоны такие были на 2000 человек любой сториз а то что ребят сегодня марафон давайте прям залетайте все прям подписываются и все там миллион сообщение обратной связи там отзывов позитивных негативных неважно любых вообще все все пишут и вот это вот движуха постоянно меня наталкивала на то чтобы дальше 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 работать работать и тут в какой-то момент просто это все перестало быть актуальным и думаю на хрена выходить в эти эфиры если я на хрень никому не нужна а а все от того что я пытаюсь впихнуть инфу тем кому это не нужно а тем кому это нужно да я иглорирую то есть у меня вот такая дурацкая черта впихивать насильно те кто не дорос вообще до того момента чтобы он реально и искренне захотел что-то поменять в своей жизни ну не дорос он еще не опустился еще до конца до этой жопы вот чтобы действительно захотеть что-то менять часто приходят такие люди вот эти заплатила деньги решили за меня проблемы когда говоришь там пошагово давай вот это давай вот это давай с питания начнем давай психосоматике начнем давай с какого-то поведения давай смысле начнем с привычек я не хочу ничего решать ты вот не решили все то есть как бы вот объясни мне и вот дай пошаговую инструкцию я просто это все типа осознаю и она сама должно все прийти я говорю самой не получится надо действовать да что-то делать то есть тебе надо каждый день новую привычку какую-то создавать чтобы вот эта психосоматика перестал там на тебя влиять если у тебя какая-то болезнь но не хотят они это решать да я пытаюсь насильно продавить и втолкнуть в них эту инфу они не готовы вот причем очень много людей которые готовы меняться да они мной игнорируются но по каким-то причинам разным всякое бывает вот и даже на десять человек вести эфир это нормально хотя я раньше считал бы это тупо вот нет 500 человек все нафиг не эфир выходить даже если 10 человек меня послушают и это инфа им зайдет я уже получаю эту энергию да и мне депрессии никакой не может быть просто я уже даже с одним человеком поговорив получаю этот заряд боже круто вы поговорили причем мое именно расширение получение энергии и понимание каких-то вещей как себя улучшить там поправить что скорректировать приходит через то как я это объясняю другим то есть вот я вам объясняю и у меня глубже это понимание происходит то есть я могу прочитать информацию тысячу раз чью-то и она мне не зайдет но если я попытаюсь эту информацию которую я даже не понимаю объяснить другому именно в этом объяснении я начинаю ее понимать я сама изучаю все когда кому-то об этом рассказываю то есть вот таким образом происходит расширение когда идет вот это расширение познания какого-то там опыта я себя раскачиваю да и начинаю хорошо понимать себя понимать конечно в первую очередь другому объясняю его болячку и начинаю понимать себя другому объясняю его проблему там с ожирением начинаю понимать себя то что они всем не себя транслируют меня то есть транслирует каждый человек моей жизни вот и я вот эту связь потеряла что-то объясняет рассказывать то что я объясняла не тем людям которые от которых только негатив один я вижу проблему там у близких друзей как я могу помочь я знаю чем помочь я знаю как помочь и в ответ я получаю просто хотя бы пару фраз хочется дать человеку да но он не просит меня об этом я в ответ получаю что я дурочка вообще отстанет себя иди ешьте свою траву и так далее и так далее то есть меня обливают просто грязью из-за того что я хочу помочь вот и естественно наслушавшись куча негатива в свой адрес у меня перестают желание это делать и я не делаю это со всеми даже кому это нужно вот поэтому в ней депрессия и я так думаю что много таких людей до которым нужно передавать информацию другим мы вообще с вами как клеточки единого организма мы всегда должны обмениваться информацией мы всегда должны обмениваться энергией вниманием и так далее то есть но каждый это дело там своей форме тоже считаю бред прород и карму может быть здесь есть прород и карму кто меня смотрит не отписывайтесь здесь есть зерно до связь с родителями с родом есть но этот путь он блин вот такой вот долгий и когда ты на сессиях на расстановках просто общаешься типа якобы с родом да они тебе там чем-то помогают там их прощаешь это просто фантазии ума твои надуманные но через эти фантазии ты можешь себя проработать это работает но работает через пень колодок села батарейка сейчас на кухню приду включу это работает как костыль можно так сказать когда все намного проще когда намного все проще подключу добрый вечер всем привет про вес можете рассказать лишний давайте конкретно вопросы про лишний вес что что не устраивает как найти и обрести цель и смысл жизни все кажется бессмысленным экзистенциональный кризис сложно аж прочитать чем больше вы ищете да там например себя тем больше вы от себя уходите чем больше вы ищете смысл жизни тем больше вы его теряете потому что цель жизни это бессмысленность ее существование вообще цели жизни кроме как просто жить нету другой включу привет свет на компьютере о а жить это генерировать энергию то то есть делать какие-то действия делать какую-то работу получать от нее удовольствие ну и так же и в жизни жить максимально вызвала этот опыт познавая тот опыт который есть который вы получаете да вынося из этого уроки чтобы сделать жизнь еще лучше то есть другого смысла пока в жизни нету смысл бессмысленности а в нас и в проживании максимальное проживание мы каждый день давайте с обратной стороны зайду делаем все чтобы не жить то есть каждая токсичная мысль забирает у нас зонечку и как каждое бездействие забирает у нас энергию и когда мы мы теряем энергию мы теряем жизнь то есть мы идем к смерти и вот смысл жизни жить то есть все время выбирать тот путь который ведет не в смерть а в жизнь, не в потерю энергии, а в генерацию энергии. То есть это может быть в жизни любая работа, любое хобби, всё, что вам даёт энергию, всё, что вас радует. То есть нет конкретного пути, чем вам заниматься, нет конкретного предназначения. Предназначение. Предназначением. То есть это то, что ещё не назначено. Это значит то, что ещё не определено целью. Ваше предназначение — не искать конкретных путей, а искать, как вам прожить этот день. Те, кто обливают грязью, — не друзья. Но я их тоже могу понять, этих не друзей. Вернее, друзей. Потому что я лезу к ним с непрошенными советами, видя их какую-то жопу в чём-то там. В деньгах, в здоровье, что-то они там с собой делают. Не хочется им помочь, как друг. Блин, ну гиперответственно я к помогаторству отношусь. Хочется всем помогать. Естественно, их раздражает, что я лезу в их жизнь. И я их прекрасно понимаю, потому что я должна каждому человеку, должна, да, это мой долг, дать пройти свой опыт самостоятельно, пока они не попросят помощи. Иначе я отбираю у этих людей опыт, тот путь, который они, блин, должны пройти, когда я насильно пытаюсь их вытянуть из какой-то задницы. А, всё, да, вопросы закончились. У меня есть пост по поводу предназначения и смысла жизни. Даже не пост, а посты. Их много в ленте. Почитайте, там, годовой, двухгодовой, трёхгодовой датности. Почитайте про предназначения. Очень много разложено у меня. Как его найти, что это вообще такое. И что сделать, чтобы перестать искать, да, и жить счастливо и кайфно. Есть очень много тем. Да, я тоже вас очень рада видеть. Кто-то прям напрашивается ко мне запросы на эфир. Я пока не готова, ребят, с кем-то сейчас поделить эфир. И про лишний вес, кто там писал, сделайте конкретный вопрос, что вас интересует. Как не есть? Или от чего он возникает? Психосоматика, еда, всё влияет. По психосоматике лишний вес. Когда мы себе строим броню и защищаемся, защищаемся, можем защищаться от чего угодно. От этого мира. То есть очень много страхов. Очень много комплексов. И мы пытаемся защититься от мужчин, чтобы не вступать с ними в отношения, допустим. Либо от коллектов на работе, либо от нападков каких-то, от проявлений. Потому что мы себя боимся, мы себя не знаем. Плюс это, конечно же, токсичная еда. Но в первую очередь надо разбираться с двух сторон. И с едой есть всё, что угодно. Просто не синтетические концентраты, а заменить их на натуральную еду. Очень много про еду и про лишний вес. Мы в группе, у меня в группе есть бесплатная по питанию. Вы можете там почитать всё. Очень много разборов всего. И разборов продуктов имеется в виду. Какие кушать, какие не кушать, чем что заменить. При этом кушать много, вкусно, разнообразно. А не только овощи с фруктами. И рецептов много там. Многие люди говорят, что если я откажусь от макарон с картошкой, что я буду есть? Другой же еды не существует. Но это такой миф вообще. И просто надо разобраться с этой темой. Ну и психосоматика, естественно. Надо понять, какие у вас страхи, от чего вы защищаетесь. Плюс едой мы пытаемся восполнить радость, которой нам в жизни не хватает. Дофаминчик получить искусственным путём. Слить эту энергию потом на переваривание еды и сделать себе кучу болячек. Внутреннюю пустоту и нехватку каких-то чувств мы всегда едой пытаемся тоже заменить. Вообще мы едой заменяем всё. И отношения, застолья там всегда делаем, праздники. У нас еда ассоциируется вот со всеми, как атрибут. Нам в детстве заложили очень много шаблонов, типа кушай, здоровым будешь. Кушай, а то не вырастешь. Кушай, за папу, за маму прививай чувство вины. Типа не поешь, обидишь маму, папу. И то есть у нас очень много шаблонов по поводу еды. Прям с детства детей заставляли есть. Мусор всякий. И при этом закладывали каждый день тюкая, блин, какими-то такими сообщениями. Типа вот не поешь, всё. Со стола не выйдешь. Ты что там маму не любишь. Ну и начинается вот это вот всё. И в нас прям вложен этот культ еды, который уже ведёт к болезням и так далее. Так. Ничего не радует, ничего не хочется. Нет сил, только лежать. Ну, значит, вы хотите лежать. Значит, что-то вас радует. Вас радует то, что вы лежите, как минимум, да. Нет сил, ничего не радует. Вот у меня есть эфиры. Не буду сейчас об этом рассказывать, не хочу. Зайдите в шапки профиля на мой канал, Телеграм. Видеоканал в Телеграм. В шапке профиля есть менюшка по кнопочке. И наберите в поиске, ничего не радует. Ничего не хочется там. Нет сил, нет желаний. Что делать? И у меня выпадет там минимум 10 видео по несколько часов, где я прям эту тему очень сильно разжёвываю. И вчера мы тоже её разбирали в эфире, кстати. Отношения с супругом на грани развода. Ну, и почему-то это хорошо. Как принять окончательное решение? Развестись. Ой, ну я же не могу вам посоветовать, развестись или нет. Для чего-то... Здесь может быть много пути, да, после которого вы можете принять решение, разводиться или нет. Первое, ну, выписать, сначала такую проработочку сделать, выписать всё, что вам не нравится в его поведении, всё, что не нравится, что он там вам говорит, что он делает, как он живёт. Вот, и попробовать перевернуть из этого... Вчера тема была про любовь и нелюбовь. И перевернуть из этого свои таланты. То есть, например, он там стал огрызаться, пропадать. Может быть, там, что он там делает? Я не знаю, на какую тему. У вас же там по-любому причин куча, да, почему вы хотите развести. Там хамит, не ценит. И вам нужно понять, где вы себя не цените, где вы себя хамите, где вы сами пропадаете от себя, закрываясь от себя каким-то образом и так далее. Он просто вас пытается чему-то научить, как учитель, да. Вот. Возможно, эти уроки, которые вы осознаете, приведут вас к тому, что вы на него по-другому посмотрите. А может быть, и наоборот. Вы поймёте, что вы опыт свой получили, на этом обучение закончено, идёте в другой класс, там другой учитель, и спокойно будете разводиться. То есть сначала вам нужно выписать и понять, да, что он вам показывает, чему он пришёл в эти отношения, да, чтобы вас научить. Получается так. Блин, ко мне пришли гости. Ребята, мне нужно уходить, поэтому я так быстро, вскользь и ненадолго. Всем пока. Будет у меня время сегодня, не знаю, может, ещё выйду. Если нет, то завтра попробую. Прям кайфую я от эфиров с вами. Вот. Благодарю вас всех, что были на эфире. Смотрите, у многих одна и та же обычно причина, да, как полюбить себя, вопрос потом, причина всех проблем, да, нелюбовь к себе, плохое отношение к себе, как понять там привычки, как быть здесь сейчас, как понять, что транслируют люди, как переводить недостатки в таланты и так далее. Одни и те же вопросы, да, у всех. Практически, как это на практике сделать. У меня есть курс 390 рублей, ребят. Пожизненный вход, абонемент на месяц. Там уже 120 заданий на каждый день. Там всё это есть. То есть вы сегодня практикуете достаток. Обращать внимание на достаток, потому что 90% времени или 99% вы живёте от недостатка, да, и этим самым во внешнем мире вы проецируете этот недостаток и нехватку постоянно. Ваш фокус внимания буквально собирает вот эту вот реальность из недостатков только одних, что вам вечно что-то не хватает. Ваш фокус внимания всегда на недостатке. Вот как перевести на достаток и видеть во всём, сколько всего у вас там есть. Первое задание. Очень коротенькое. Вы тренируетесь в течение дня. Может быть, неделю выполняете это задание. Следующее задание переходите. Как поработать со страхами. Практическое задание. Вам нужно прочитать вот это, вот это, вот это, сделать вот это, вот это, сдать отчёт. Проходите там в любом своём темпе. Я сделаю этот курс. Ну, прям реально там 120 заданий. Не 10, как обычно у меня всегда было на курсах, там 20, а 120. Я их каждый месяц пополняю. Там на 10, на 20, на 30 заданий скидываю. Этот курс недавно у меня начался, пару месяцев назад. Плюс там движухи, я бесплатно провожу сеансы, которые, ну, просто, не знаю, если вы почитаете отзывы, кто новички и не проходил, я бесплатно там раз в неделю, раз в две недели провожу, который стоит там 100 евро сеанс у меня. Результатов больше там, в прошлом году считала, было больше 10 тысяч, сейчас не знаю сколько. После каждого сеанса, если вы зайдёте на курс, увидите, что там просто сотни результатов. Люди пишут, что произошло, что происходит, и как меняется мышление, как меняется реальность, и так далее. Тоже крутой сеанс, где вам ничего не нужно делать. Вам нужно просто скинуть там фотографию и в определённое время посидеть с закрытыми глазами, чтобы я на вас настроилась. Ну и плюс там все пошаговые практические, шаги, как это делать. Курс называется «Познай себя». В шапке профиля он. Ну, 390 рублей, это, ну, прям копейки. Был 290, я сейчас чуть-чуть повысила, чтобы хоть какую-то ценность создать, я не знаю, а то это мало, потому что за такие деньги бесценнейший курс не хотят проходить, покупают, да, и каждый день откладывают на завтра. Когда я брала там 10-20, 40 тысяч рублей, там 50, люди охотника проходят, ну, я же такие деньги заплатил, читают задания, через не хочу, выполняют, потом кайфуют, что я наконец-то это сделал. За 390 рублей, к сожалению, да, раз в неделю кто-то там отписывается, а не каждый день выполняют что-то. Плюс я этот курс сделала в виде игры, можно написать на 120 листочках, ну, вот сколько у меня заданий, номерки, бросить там в банку, в шапку, в мешочек, и вытягивать. О, сегодня там 5-е задание выполняю, о, сегодня там 27-е, нету никакой последовательности. Все задания на то, чтобы мы тренировали новые привычки мыслить, действовать, думать, принимать нестандартные решения, принимать какие-то новые, вообще совершенно новые мысли, новое изучение чего-то там. каждый день какие-то трансформационные задания по мышлению, по работе с шаблонами мышления, со своими старыми токсичными убеждениями и так далее. То есть, блин, я очень советую этот курс, я не понимаю, честно говоря, почему его, там много участников, мало кто проходит, будучи там, может быть, из-за денег, что это сильно обесценено, вот, что я его так даром отдаю, да, может быть, не знаю, для чего, кроме денег, блин, ничего не могу придумать, почему, но я не хочу пока его повышать, вот, я думаю, чтобы люди, у которых сейчас нет денег, да, могли начать хотя бы с этого что-то делать, но там мощный курс, я за последние, там, пять лет собрала все свои крутые курсы, задания, дорогих, крутых курсов и поместила все туда, разбила прям, такие прям маленькие, легкие шажочки, но курс очень легкий, вот, просто надо делать, да, ну, блин, у нас дисциплины всегда у всех проблемы, это надо быть таким дисциплинированным, чтобы каждый день выполнять маленькое задание, утром встал и выполнял, кто вы по дизайну человека, генератор, на этом все, что я знаю, а что там еще идет, без понятия, все, я пошла, потому что, блин, гости меня ждут, тихонечко зашли, сидят, слушают, и все, как будет возможно, следующее будет вам, надо вот себя дисциплинировать и выходить в эфир, сразу заряжаюсь, сразу, блин, движутка какая-то идет, и вам хорошо, и мне, вот, единственное, мне нужна поддержка, чтобы вы заходили на мои эфиры, если у меня, блин, три человека на эфире, и, конечно, блин, говорить в пустоту, вообще, прямо обламывает, Нелли, подскажи топ-5 шаблончиков, с которыми стоит разруливать вопрос с деньгами, я от вас вообще никогда не уйду, давайте на следующий эфир оставим тему денег, пока, обнимаю.